Вот Фиран был кафир, его жена была осет, она была покорная ему, такому человеку, кафиру, она была покорная, но она делала такое намерение, о Аллах, я намереваюсь быть послушной своему мужу ради твоего удовольствия. И вот так она была послушной, чтобы ею был доволен Всевышний Аллах. Этот Фиран убил осет, она в раю, иншаллах, она в судне будет женой нашего пророка Мухаммада, и кто ради довольства Всевышнего Аллаха будет покорными, послушными своим мужьям, они встанут вместе с осет. Посмотрите, уважаемые сестры, как легко нам заслужить рай. А когда есть мужья, им цену не знают. И каждая жена хочет и думает, что она умнее него, что если ее не будет, этот дом разрушится, а если мужа не будет, ничего не будет. От мужа ничего не зависит, вот так думают, когда есть муж. А от мужа, если другой пользы не будет, если он ничего не делает, пьет, курит, но все равно, вот если корова не пришла со стада, туда хоть можно его отправить. Если дверь поломается, он же будет починить. Если одна дома осталась, боится, он же будет, чтобы ты не боялась. А у кого нет мужей, подумайте о них. Не заслужить рая, у них нет возможности, они должны еще многого делать. За коровой отправить тоже некого. Вот поэтому, уважаемые сестры, у кого есть мужья, уважайте их. А потом, когда его не станет, потом вы будете пожалеть, и потом вы узнаете цену своему мужу. А даже если он не умрет, другая может встретиться, которая знает цену мужчины и уводит вашего мужа. Тогда тоже вы будете пожалеть это. Но если он попадет к хорошей жене, он больше не вернется. А если вы подумаете, что он не уйдет от вас, в Коране есть разрешение мужчинам жениться на четырех женах. А кто противостоит будет этому, это значит противостоит слову Аллаха. Никогда не подумайте, что это вы должны, вам можно делать, нельзя этого делать. Это в Коране сказано. Вы женитесь на одной. А если вы сможете содержать, если есть возможность, женитесь на двух, на трех, на четырех. Вот он имеет право. А если вы думаете, что вам не повезло с мужем, так тоже не думайте, уважаемые сестры.